В век стремительно развивающихся цифровых технологий, все большую популярность набирает цифровая кредитная карта. Всем привет, вы на канале Банковский. Сегодня мы поговорим о цифровой кредитной карте Сбербанка. Это достаточно новый продукт и он имеет свою специфику по сравнению с привычными Сбербанковскими кредитными картами. Значит, карта эта доступна клиентам только по предодобренному предложению, то есть только Сбербанк сам решает, кому эту карту предоставить, а уже клиент соглашается, либо не соглашается. Как правило, это зарплатные клиенты, которые себя хорошо зарекомендовали за время сотрудничества со Сбербанком. Значит, карта имеет лимит до 600 тысяч рублей, ну и стандартный льготный период до 50 дней. Особенность ее заключается в том, что карта не выпускается в пластике, хотя это тоже возможно, но чаще всего карта просто находится, так скажем, в виртуальном пространстве, привязывается к вашему телефону с технологией NFC, и вы этой картой, точнее телефоном, расплачиваетесь в магазинах, либо там где-то в каких-то торговых точках, то есть там, где есть терминал соответствующий. Посмотрим на тарифы этой карты более подробно. Ну, естественно, здесь только колонка с персональным лимитом. Значит, обслуживание карты абсолютно бесплатное. Кредитный лимит может достигать 600 тысяч рублей, но он устанавливается индивидуально, поэтому здесь не нужно ждать, что вот обязательно Сбербанком 600 тысяч рублей предоставят. Все по доходу, по-вашему. Значит, беспроцентный период 50 дней, стандартный. СМС и пуш-уведомления бесплатно, то есть банк своевременно проинформирует вас о том, сколько вы должны, о минимальном платеже, об общей сумме долга и т.д. и т.п. То есть вся информация придет на телефон. Пополнение карты, возможно, бесплатно на сайте и в мобильном приложении Сбербанка. Процентная ставка по любым операциям 23,9% годовых. То есть это очень такое неплохое предложение, если в целом судить о нем. Бонусная программа, так же как и на всех кредитных картах Сбербанка. То есть бонусы «Спасибо» существуют за покупки у партнеров. Начисляются бонусы в зависимости от того, в каких торговых точках приобретали. Там самые ходовые покупки, типа там в продуктовых магазинах, это минимальный процент. Ну а какие-нибудь цифровые магазины, либо магазины одежды, там могут быть скидки и до 30%. Значит, то, что касается выдачи наличных. Естественно, операция, как и по простым кредитным картам, крайне невыгодная. Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки от 150 тысяч рублей. Комиссия за выдачу наличных в банкоматовских и дочерних банкоматах. 3% от суммы выдачи, но не менее 390 рублей. Ну а если в сторонних организациях или банкоматах осуществляется, тогда 4% от суммы выдачи, но не менее 390 рублей. Понятно, что там, может быть, жизнь прижмет нужна наличность, но в этом случае тогда, конечно, нужно будет и устройство искать, которое считает информацию с вашего телефона, да и плюс неудобство в том, что придется платить комиссию. Если имеется просрочка по карте, с вас за счет неустойку 36% годовых. Это, в общем-то, немало. Также можно посмотреть полную версию тарифов. Я так просто покажу, что есть ссылка кликабельная, что здесь есть, соответственно, документ, в котором содержится информация вся подробная. Ну, значит, мы его детально разбирать не будем, ввиду того, что тут много достаточно информации. Дальше хотелось бы посмотреть вот еще на такой момент раздел документы. Вот здесь вся буквально подробная информация содержится. Правда, здесь не очень удобно все изложено в документах формата PDF. Они очень большие, читать их. Но, по крайней мере, рекомендуем вам прочитать памятку держателя карты, условия выпуска и обслуживания кредитки и сборник тарифов по кредитным картам. Это вот наиболее важная в этих документах содержится информация. Почитайте обязательно. И коротко пробежимся по требованиям к заемщику. Ну, вот хочу сказать, что Сбербанк у нас сейчас как бы не акцентирует внимание на каких-то требованиях, но тем не менее. То есть, всем подряд карту он, конечно же, не выдаст. То есть, вот здесь в вопросах и ответах можете почитать. Достаточно интересные вопросы задают потенциальные клиенты. И вот специалисты Сбербанка на них отвечают. То есть, что делать, если на телефоне нет НФС? То есть, здесь уже как бы можно выпустить пластик обычный. Тоже это будет как бы цифровой тот же статус и уже рассчитываться им в магазинах. То есть, ну, удобно с одной стороны. Ну, и то, что касается требований к заемщикам, то есть, здесь тоже вскользь об этом сказано. Вот, правда, сейчас сходу найти среди вопросов достаточно сложно. Ну, озвучу так. То есть, это возраст с 21 года до 65 лет. Ну, плюс, естественно, доход. Желательно быть зарплатным клиентом или получать пенсию на счет Сбербанка. И тогда вот это персональное предложение будет доступно. Естественно, банк проведет скорый инканализ и посмотрит на ваш доход. То есть, и от дохода будут уже плясать при установлении кредитного лимита. Ну, естественно, гражданство, регистрация должна быть постоянная или временная в регионе. То есть, это обязательно. Еще хочется взглянуть на, естественно, бонусную программу. Бонусная программа, естественно, вот здесь, если нажать на ссылку кликабельную, мы можем посмотреть вообще подробности про эту самую бонусную программу. То есть, тут про бонусы спасибо, расписано все очень и очень подробно. Можете посмотреть, если никогда не сталкивались с этим, вам как раз на эту страницу можете поизучать. Эти бонусы можно подключить на вашу обычную зарплатную карту и спокойненько и не пользоваться. Все очень здесь интересно. То есть, я азарт какой-то определенный берет. То есть, дойти до более высокого уровня и получать наибольший процент в виде возврата на ваш счет в виде денег. Потому что один бонус спасибо равняется одному рублю. Значит, карту заказать вот тут обещают буквально за одну минуту. То есть, естественно, тут выпускать ее ничего сложного, потому что это цифровая карта, это не пластик. Поэтому ничего тут особенного нет для банка. Поэтому все очень быстро это делается. Естественно, многие говорят о том, что там цифровые кредитки небезопасны, что там злоумышленники могут считать данные с телефона. Конечно, есть в этом определенная доля правды, но вы же тоже, как говорится, будьте ответственным владельцем. То есть, вот эту вот функцию NFS, ее можно отключать на телефоне, если вы не рассчитываетесь. Когда надо рассчитаться, подошли к кассе, включили ее отдельно, рассчитались, снова отключили. То есть, действуйте грамотно. Ну и плюс, естественно, данная функция, она работает только в 10 сантиметрах от считывающего устройства. То есть, злоумышленнику надо подойти к вам на расстоянии 10 сантиметров, чтобы это сделать. Ну и плюс, если вы отключите ее на телефоне, ему, конечно, будет сложнее считать данные с вашей кредитки. Поэтому, если все делать правильно, все это не так уж и опасно. В описании к данному ролику вы можете посмотреть на лучшее предложение по кредитным картам. Если этот ролик был полезен, ставьте свои лайки. И всего вам доброго!